Здравствуйте, уважаемые студенты! Начнем сегодня лекцию по дисциплине «Сопротивление материалов». Лекция сегодня пройдет на такие темы, как напряжение и деформация, напряжение продольных сечений бруса, кручение стержней, имеющих поперечное сечение в форме кольца, условия прочности, условия жесткости и типы задач. Начнем с напряжения и деформации. Рассмотрим прямой брус, как здесь на рисунке указано, с поперечным сечением. Это рисунок «А» с левой стороны в виде круга, нагруженный на концах скручивающими моментами «М». И для наглядного представления о характере деформации бруса, при кручении проводится следующий опыт. На цилиндрическую поверхность бруса наносим равномерную сетку линии, вот она в виде сетки, состоящая из окружности и образующих. То есть получается, мы по длине окружности наносим линии, по всей длине этого бруса. И как видно, поворот правого торцевого сечения относительно неподвижного лева на угол Фи, вот он угол Фи, ну назовем его углом закручивания стежни, вызывает поворот продольных волокон на угол гамма. Вот он, угол гамма, то есть угол сдвига. И поскольку на величину гамма искажаются углы автогональной сетки продольных поперечных рисок Мандели, это вот как раз рисунок Б с правой стороны. И отношение угла закручивания Фи к длине участка, Л, и называется относительным углом закручивания, который обозначается Фи деленно на Л. Фи или в дифференциальной форме дифференциал Фи к дифференциалу З. При деформации все образующие остаются параллельными друг другу и сдвигаются на один и тот же угол от рисунка. И прямоугольники, нанесенные на поверхность бруса сетки, становятся параллелограммами. Вот в виде параллелограмма. И при этом длина Л остается постоянной, что говорит о подсутствии нормальных напряжений в поперечном сечении бруса. И все это позволяет сделать следующее предположение, которое в дальнейшем принято при выводе и форму. То есть материал бруса на поверхности находится в состоянии чистого сдвига. И теория кручения брусов, имеющих круглое сплошное поперечное сечение, основана на следующих предположениях. Первое – это поперечное сечение бруса. Плоские нормальные к его оси до деформации остаются плоскими и нормальными к ней и после деформации. То есть справедливо гипотеза плоских сечений или гипотеза Бернули. Второе – расстояние вдоль оси бруса между поперечными сечениями не изменяется. Третье – контуры поперечных сечений и их радиусы не деформируются. Это означает, что поперечные сечения ведут себя как жесткие круговые пластинки, поворачивающиеся при деформировании относительно оси стержня, оси Z. Я всегда следую, что любые деформации плоскости пластинки равны нулю, в том числе ε по оси Х и оси Y равны нулю. Четвертое – материал стержня подается закону Гука. Вы помните, что закон Гука – сила упругости равна коэффициенту жесткости умноженной на деформацию. И поскольку ε по трём осям всем, оси Х, Y и Z равны нулю, то и σ по этим же осям тоже равны нулю. Это означает, что в поперечных сечениях стержня возникают лишь касательные напряжения. А в следствии закона парности касательных напряжений равные напряжения действуют и в сопряжённых продольных сечениях. Следовательно, напряжённое состояние стержня – это чистый двиг. Вот эти вот формулы, выведенные на основе этих положений, совпадают с формулами, полученными точными методами теории упругости. И подтверждаются экспериментально. И поскольку задача по определению напряжений является статически неопределимой, то есть неизвестна больше, чем независимых уравнений равновесия, то для получения дополнительных уравнений необходимо рассмотреть геометрическую и физическую стороны задачи. Ну, рассмотрим мы геометрическую сторону задачи. Двумя смежными сечениями вырежем элемент стержня длиной DZ, дифференциал Z. Как здесь показано, я вот мышкой провожу. И поскольку нас интересует деформация элемента, левое сечение его будем считать неподвижным. Вот на этом рисунке справа, уже в более увеличенном виде, это дифференциал Z, то есть в более увеличенном виде. То есть вырезка из этого бруса. При повороте правого сечения на угол DZ, вот он угол, в соответствии с гипотезой о недеформируемости радиуса, правый конец волокна SS1, вот он, SS1, горизонтальный отрезок, отстоящий от оси элемента на величину полярного радиуса, ρ, вот он, ρ, будет перемещаться по дуге SS1-S2, то есть по этой дуге будет перемещаться, которая обозначена синим цветом, вызывая поворот волокна на угол издвига. И применима следующая формула S1-S2 делена на SS1. И получается ρ умножен на дифференциал угла. Следующее мы рассмотрим статическую сторону задачи. Рассмотрим две элементарные площадки дифференциал А, поперечные сечения бруса, расположенные на общем диаметре, на равных расстояниях ρ от центра тяжести круглого сечения. Ну, дифференциал А, это вот обозначен вот этим цветом, цветным дифференциал А. И силы, действующие на каждую из этих площадок, равны τ умножен на дифференциал А. То есть фактически вот эти силы со стрелками сюда вниз, сюда вверх, вот эти силы, они как раз направлены, в данном случае, противоположно, да, друг другу. Они расположены в плоскости поперечного сечения бруса и направлены перпендикулярно к диаметру. И образуют элементарную пару сил. Элементарная пара сил. Таких пар возникает в поперечном сечении бесконечного множества. То есть вот на этом отрезке, допустим, да, здесь то же самое. Можно обводить вот эти парные силы, да, по левую и по правую сторону от точки О, то есть центра. И все они приводятся к одному моменту, действующему в плоскости поперечного сечения и представляющего собой крутящий момент. Эмпаси Z, который застройствует статики, будет равен, да, следующему выражению. Физическая сторона задачи. Величина касательных напряжений на основании законного гуга при сдвиге равна следующему выражению. Следующая синтез. Итак, после рассмотрения трех сторон задачи мы получили следующую совместную систему строк уравнений. Это условия равновесия геометрическое и физическое уравнение. Решая эту систему, мы получаем все необходимые формулы для определения напряжения и деформации, а также геометрические характеристики, которые соответствуют деформации кручения. И вот следующее выражение. И с учетом интеграла, да, рог квадрат на дифференциал А имеем относительный или погонный угол закручивания, который является мерой деформации стержня при кручении и определяется следующим выражением. Отсюда угол закручивания элемента длиной DZ, дифференциал АZ, равен следующему выражению. А полный угол закручивания стержня длиной L при моменте сил равном констане, то есть постоянном, да, будет равен следующему выражению. Это закон ГУКа при кручении. Касательные напряжения в любой точке сечения определяются следующим выражением. И значение напряжения при кручении не зависит от физических свойств материала вала, так как величина G в формулы напряжения не входит. Значение G в деформации зависит от свойств материала. И графики изменения величины касательных напряжений, Тау, вдоль какого-либо радиуса, то есть ЭПР касательных напряжений, запряжается в прямой линии. И видно, что это вот из рисунка А, вот здесь вот, вот из рисунка А видно, да, в прямой линии. И здесь вот видно, что углы сдвига и касательные напряжения пропорциональны расстояниям от оси стержня. В центре касательные напряжения равны нулю. В точках же расположенных непосредственной близости от внешней поверхности груза, то есть в точках контура, его приличные ощущения, они наибольшие. И полярным моментом сопротивления сечения называется отношение полярного момента инерции к расстоянию от центра тяжести сечения до наиболее удаленной его точки. И произведение модуля поперечного сечения на полярный момент инерции называется жесткостью поперечного сечения стержня при кручении. Забегая вперед, отметим, что полученные формулы для напряжения и деформации по структуре, они аналогичны формулам для напряжения и деформации при изгибе стержня. И вот пройдем к следующему подтему, это напряжение продольных сечений бруса. Касательные напряжения поперечных сечений бруса направлены в каждой точке перпендикулярно к текущему радиусу Ро. Из условий парности следует, что точно такие же напряжения возникают и в продольных сечениях бруса. Вот он рисунок, вот момент сил. Он, если смотреть с левой стороны, он направлен по часовой стрелке. Наличие. Ну, если смотреть рисунок Б, то моменты сил, если с правой стороны, он направлен против часовой стрелки, а если смотреть с левой стороны, он направлен против часовой стрелки. Наличие этих напряжений проявляется при испытании накручения деревянных образцов, в данном случае рисунок Б. Так, разрушение стержня из дерева, имеющего сравнительно низкую прочность, наскалывание вдоль оболокон, начинается с образования продольных трещин. То есть продольные трещины это как раз вдоль вот этой вот оси горизонтально, да? Начинается и разрушение стержня из крупного металла, например, чугуна, происходит по сложной винтовой поверхности, соответствующей максимальным растягивающим напряжением, то есть по траектории главного напряжения. Главного. Далее, по теме кручения стержней, имеющих поперечное сечение в форме кольца. Все формулы, полученные для расчета на кручение прямых стержней, кругового споршного сечения, применимы и для стержней кольцевого поперечного сечения. И полярный, вот он, рисунок данный, полярный момент инерции, здесь определяется как разность моментов инерции кругов, диаметрами d, и альфа умножена на d. Вот он, альфа умножен на d, вот он, и d, диаметр, он как раз идет вдоль, по горизонтали. И отметим, что полярный момент сопротивления кольцевого сечения не равен разности полярных моментов сопротивления, подсчитанных для двухспоршных сечений. Это одного с диаметром, равным наружному диаметру кольца, а другому внутреннему. При одинаковой площади поперечного сечения, то есть при одинаковом расходе материала, полярный момент инерции, момент сопротивления для кольцевого сечения, который не имеет площадок, близко расположенных к центру, значительно больше, чем для сплошного круглого сечения. Поэтому стержень кольцевого сечения при кручении является более экономичным, чем стержень сплошного круглого сечения. То есть требует меньшего расхода материала. Но при проектировании брусьев следует учитывать, что в случае кольцевого сечения, их изготовление сложнее, а значит и дороже. Следующая по теме это условия прочности. Наибольшие касательные напряжения, возникающие в скручиваемом сержне, не должны превышать соответствующих допускаемых напряжений или при постоянном сечении сержня. Это требование называется условием прочности. И допускаемое напряжение при кручении зависит от свойств материала рассчитываемого сержня и от принятого коэффициента запаса прочности. И в случае пластичного материала в качестве опасного предельного напряжения принимается предел чекучести при сдвиге, а в случае хрупкого материала предел прочности. И часто допускаемое напряжение принимает в зависимости от допускаемых напряжений на рассижение для того же материала. И например, для стали он равен 0,5 умножить на данность сигма. Для чугуна это тау она равна сигма. Где сигма-р с нижним индексом это допускаемое напряжение при рассижении чугуна. Эти значения допускаемых напряжений относятся к случаям работы элементов конструкции на чистое кручение при статическом нагружении. И валы, являющиеся основными объектами, рассчитывая воимами на кручение, кроме кручения, испытывают также изгиб. Кроме того, возникающие в них напряжения перемены во времени. И поэтому в зависимости от материала и условия работы для остальных валов принимаются пониженные значения допускаемых напряжений. И величина тау максимально в условии прочности представляет собой значение наибольшего касательного напряжения в опасном сечении бруса в непосредственной близости к его внешней поверхности. И опасным сечением бруса является сечение, для которого абсолютная величина отношения имеет наибольшее значение. И для бруса постоянного сечения наиболее опасным является такое сечение, в котором крутящий момент имеет наибольшее абсолютное значение. Спасибо за внимание.